Максим, просто приготовься. А зубы не выходят? С радостью разберу все это видео. У меня есть потенциал. Ой-ой-ой. У тебя был когда-нибудь оргазм? Макс, ты, пожалуйста, не трогай мою змею. Он стул сломал. Фи**ец. Империя! Я единственное не понимаю, все-таки, это я вмазался или эти парни? Идеальное окончание этого выпуска придумали. Меня зовут Сергей, я занимаюсь автомобилем. В покере я играю не так давно. Главный соперник, наверное, Игорь. По интересу, наверное, Иван. Цепкий, зубастый игрок, наверное, Сергей. Вот он прямо вообще давит, вцепляется, как акула во флоп. Привет, я Игорь, я профессиональный покерист. В Сочи постоянно езжу, играю, где у нас можно поиграть. Мелорусь, Минск, Европа, в общем, где только можно. Хочу победить Игоря, потому что он у меня переезжал пару раз. Вот хочу его переехать и победить. Меня зовут Максим Кусков. Я совладелец клуба предпринимателей Петербурга Биз Пипл СПБ. В турнире в Петербурге занял второе место, выиграл 7000 рублей. Купил вот, кстати, эту кофту за 7000 рублей. Мой канал называется Ментал, Ментал ТВ раньше он назывался. И я разбираю поведение людей, различные ситуации, в которых человек что-то делает, на каких-то шоу себя ведет, в какие-то непредсказуемые, сложные, напряженные ситуации попадает. И мне это кажется интересным разбирать. Я пытался понять, что самое главное в покере. И я понял, что все профессионалы, они читают карту, смотрят на тебя и понимают, что у тебя за карта. И если я, соответственно, сам не посмотрел карты, то и никто не сможет прочитать по моему лицу. Сегодня будет продемонстрировано. Я занимаюсь профессионально, худею на спорт за деньги. Так что, если у кого-то есть предложение, мой инстаграм внизу по ссылочке в описании. Все ребята играют, конечно, агрессивно, но их агрессивность их не спасет, потому что я знаю все секретные ходы и смогу их победить. Буду наблюдать, буду находиться в контексте, не буду сильно заморачиваться и надеяться на победу. Поэтому для меня это процесс. То есть для меня покер это, в первую очередь, фан, общение и просто приятно провести время, не более того. Конечно, будем рисковать, будем играть, но это же покер. Как сказал один очень известный бизнес-тренер, нельзя перепрыгнуть пропасть на 99%. Поэтому мои шансы на победу 100%. От просмотра получить удовольствие, играть осторожно. Помните, что все проигрывают, но некоторые проигрывают все. За игровым столом шоу «Фулл Хаус» встречаются профессиональные игроки в покер и любители. Турнир ведется по правилам техасского холдема. Приятной особенностью является возможность вызвать соперника на дуэль в любой момент игры. Проигравший в дуэли выполняет наказание, спрятанное на его дуэльной фишке. Победителем шоу становится игрок, забравший весь банк. А вылетевшие участники игры выполняют общее наказание. А нужно пересчитывать? Конечно, мало ли обманули, мало ли что не хватает. Какие вы недоверчивые ребята. Я, честно говоря, волнуюсь. Это хорошо. Это хорошо, но у нас серьезно относишься, не бойся, это не мировой чемпионат. Первая победа. Первоначальный блендер 100-100. А если две масти одинаковые, это пара получается, да? Конечно, да, да, это правильно говоришь. Надеюсь, мы станем с тобой в ходзале. Раиса темная. Самоуверенно. Ты считаешь у вас и мои? Ммм, я сейчас задумался о своих. Первую просто выигрывать нельзя. Пас? Да, кстати, да. Примет плохая. Я колл, я не могу Ваня отпустить. Сограду пас, но точно не выиграл. Потому что нельзя первую. Я колл. Ну я дам 3000 чисто посмотреть, есть ли у тебя что-нибудь? Ты играешь как опытный игрок. А я смотрел кучу турниров, кстати. Давайте, короче, кто первый бывает, звонит маме и говорит, что он гей. Так, извините, это прописано в рамках этой игры, такие условия. Я могу позвонить твоей маме и сказать, что ты гей. Да, видимо Максим просто искал повод признаться, да? Так. Ну я дам чисто 2000 посмотреть, лезть у тебя что-то. Максима покажите. У меня две пары. Все, Иван вот ехал. Я тоже две пары. Тебе будут... Бл***! Так, можно пожалуйста Максима на дуэль? Иван вызвал Максима на дуэль. Две пары, две пары. Ну так, можно и вызвать. Кстати, совсем недавно было 14 февраля. Кто подарил что своим вторым половинкам? Бл***, 100-100, пожалуйста. А если нет пропеленька, что делать? Рассказывать? Ну, ты же подарил кому-то что-то? Нет. Любовница и Женя. Не любовница. Я вообще весь день занят был. Иван, ты вызвал девушку. А у тебя девушка есть? Да, у меня есть, кстати, девушка. Я сегодня ровно один день как встречаюсь с девушкой. Мы вчера созвонились с ней по телефону и решили все-таки, что будем встречаться. Я чек. Чек. Ну я дам 300 посмотреть и есть ли у кого что. 300? Я пас. Походу дуэль уже что-то... Не сдалась с самого начала. Ладно, там просто... Нельзя же забрать и так, и так. Нужно выбрать вот одно. Ага. Двоем раздач. Ага. Вдвоем это имеется в виду я и... Максим? Не, ну я попал в короля, я дам еще 500. Ну, так давай. Коксов. Максим, просто приготовься. Просто приготовься. Я еще раз перепроверю, вдруг у меня лучше стало. А я не могу перепроверить. Это самое жесткое наказание, которое есть вообще. Я дам… 2000. Я дам пас. Ну да. Сергей — прибью. Три. Оуууууу. Ахахахааааааа, ну красавцы. Ладно, я передумал, я не хочу исполнять наказание. А можешь прочитать мою эмоцию, что я испытываю в этот момент? Так ты ещё его наказать не знаешь, посмотри сначала. Вот я сейчас с удовольствием буду читать твои эмоции в этот момент. Тут написано электропокер. У Максима выпало наказание электропокер, он должен доиграть игру с электрошокером на руке. Одну раздачу, да? Кнопку можно дать мне, пожалуйста? И он будет включаться в неожиданные моменты. А какая мощность? На эту руку зацепите, он будет когда херачить по мне, по мне. Есть такая цитата, что жизнь — это как коробка шоколадных конфет, не знаешь, с каким вкусом тебе попадётся. Но также и покер — это такая же коробка шоколадных конфет с разными ощущениями, с разными эмоциями, с разным настроением. Когда-то тебе хочется заплакать, когда-то тебе хочется ударить оппонента, когда тебе хочется ударить дилера. Наверное, на ощущениях самое основное. О, друзья, давайте, короче... Давайте все вместе. Давайте. Да! Ну давай! А зубы не выпадут? Ладно, брат, а не такое, что ты здесь друг. Давайте, да бахнет. Ааа, су... А тебе было? Я получил удовольствие. Вы, да, тебе? Мне было очень больно, я сдержался. Серьезно? Блин, это было восхитительно. Ну я дам 600, посмотреть. Вибрирует, сука. Чек. Чек. Чек, Максим. Ну я дам 600. Вот этой рукой. Давайте просто кто-то будет нажимать кнопку каждый раз, когда Максим делает рейс, чтобы не так повадно было. Кул. Кул. Я, кстати, слышал, Игорь, что ты ведешь стримы по покеру. Есть немножко. А твоя аудитория до 18 или после 18? После, конечно, покажу, это для 18-летних и больше. А какой ты был самый большой выигрыш? О, я хвастаться не люблю. Я уже в интервью говорил. Две тысячи. Ага. Тем более больше в кэш играю. В кэш из три. Две тысячи. Две тысячи. Снеганских выигрышей не имеешь там. Воин-2 там уже хорошо. Понятно. И я с требу не провожу. У тебя наверняка есть какой-то интересный вопрос. Кто-нибудь. Да! Какой-нибудь. Я хочу официально на камеру сказать, что с каждым ударом наша дружба, наша шкалу ниже ниже. Прости, ничего личного, но... Есть в моменте кнопка мне так и не дали. Если бы дали, ты бы получал удар каждые 5 секунд. Угу. Сколько? 200? 100 пока. На самом деле это был ментальный ход, ты не просто агреситься сказал, да? Конечно, во всем есть смысл. Я на самом деле совсем недавно посмотрел твое интервью, как ты разбирал, как Дудь реагирует на всякие, типа, плохие, в общем, на самые, когда его агрят. Ты мог бы сказать по нам? Мы как-то реагируем, когда у нас хорошие или плохие карты? Я с радостью разберу все это видео и особенно твою реакцию не во время игры, а когда по тебе бьет электрошокер, но после этой игры. Я тебе скину видео и отмечу тебя. Я хотел бы сказать, что когда дергаться электрошокером, я себе в зуб попаду, зуб стоит 3500, если что. Сколько? 300 кто дал? Сергей. Это секретная информация была. Что, Сергей? Не, ну я попал, я дам 300. Кто взял? Кто дал, кто взял, а у кого стек 4 тысячи опасно. Игорь, ты в игре? Я в игре даже заколлировал. Максим, ты сказал, что твой зуб стоит 3000 рублей, а сколько все? 3500. А сколько все? 3500 оближились мне в тридцатку, вот. Я молодой предприниматель могу себе поднимать. Но я заметил по твоей байке лакост. У меня такой вопрос, если включить ультрафиолет, они будут светиться? Да, да. Серьезно? Веземка тоже светится уже. Я когда прихожу в наш наш... Там вы как в базовок унитаза. Да. Блин, я попал, у меня есть попадание себе. Ну тогда давай трешечку поставим. И ты скинешь. Давай я, короче, скину, да. Да, конечно. Сука, когти орла. Когти орла. Что? 74 когти орла. Серега! Ееее! Эмоции, ну... Просто интересно, что-то новое для меня. В мою серую обыденность это не входило. Сергей, кстати, хотел поинтересоваться, чем ты занимаешься? А, сука! Саня, почему он ищет во мне за землетие? Я не понимаю. У него реально такая мощность стоит, что он даже прыгает. Или в самом деле он чуть-чуть, а потом он и наигрывает. Долго больно или в секунду больно и все? Так а вам не это? Не, реально очень сильно. Серьезно? Да, очень сильно. Боль, она тянущая или секундная? То есть так секунду, а и все. Ебаните еще раз! Аааа! Нормально, нормально. Ну, то есть не играя. У тебя сердце сильное? А можете айфон там в левую руку и ты подзарядишь его немножко? Я разрядился? Не знаю, с чем это связано, когда тебя бьет током. Серега, хочешь ли это дуэль? У него, кстати, много подписчиков, с ним лучше так не шутите. Я соглашусь, если в этом есть какой-то смысл. У вас какая-то интеллигентная дуэль, никакого драйва не было. Конфликта не было, да? А обзовите, может, друг друга там, пидарас, чтобы конфликте. Ну, я не могу игре так рассказать. Одна тысяча двести. Хочешь, я за тебя сделаю? А если я не хочу поднимать? А ладно, а вообще-то почему и нет? Да, я колл. В конце концов, тысяча двести. У нас серьезные игры, тысяча двести ванн. Ну так вот, Сергей, а чем ты занимаешься, расскажи. Продублируйте, пожалуйста. Я занимаюсь автомобилями, Максим. Ага. А ты их продаешь, собираешь, чинишь? Поставил счет 2100. Я их покупаю. Находишь? Я их покупаю. Я пацану. Скрывай сразу или все? Так, у меня Тузхайн. Думаю, хватает. Валет семь. У тебя есть три вольта, три семерки. И все, три вольта, три семерки. А все, уже без аута было матерно. Так, все понятно. Игорь выиграл бы. Так, я открываю. Чистая победа. Братан, ты должен... Зима близко. Ты должен осветить это в блоге. Вам достается наказание. Зима близко, вы доигрываете игру в рыцарских петчатках и шлеме. А можем изменить в трусах, что ли? Прекрасно. Так. Блин, ну прикольно. Офигеть. История рыцаря началась с тебя. Так, я вызываю Игоря. Снова? Я только что в его дуэль. Нет, это без разницы. Без разницы. Без разницы. Я прилагаю, Игоря нужно отомстить. Я даже карт не смотрел. Иван, вошел. За такое унижение. Даже карт не смотрел, а уже не нравится Сереге. Смотрите, у него шлем похож на... Серега, это мне кажется не наказание, а наоборот. Это привилегия. Братан, ты взял... Четыре стола. Раис, две сто. Ой, 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 ой. Кого я выбрал? Две тысячи сто. Куда я... Красиво. Братан, твои слова. Я даже... Здорово. Здорово. Две тысячи сто. Блин, мне кажется, я даже возбудился. Блин, я ебать. Честно, я уже не сильно переживаю, что, бля, четыре тысячи всего. Уже тысяча двадцать тебя набили. Теперь меня никто не прочитает. Я себя очень слишком громко слышу, ребят, что-то... Это нормально. Я только себя и слышу. Это нормально. Это нормально. Мне кажется, мой этот... Аппарат сердечный это не выдержит. Ну, что ты скажешь, Игорь? Ваше слава богу. Спасибо. Я Сергею и оставлю вот столько. Давайте. Ну, такой банк, что тысячу не могу с кем-то поговорить. У меня есть потенциал. Я понял, понял. А все-таки интересно, что вторым половинкам-то подарили? Сергей, ты что подарил? Любовь. Любовь. А ты что, Вань, подарил? Мой специал уже пропал наш. Боль. Я пас. Уже все флеш или что? Нет, нет, нет. Дама, дама. Дама требует. Тузик, тутик, игнорер. Можно просто заказать ещё. Друзья, села. Сергей побеждает. Аааа. Серега, какое хвататься! Да, блядь. Covid, уходи. Игорю достается наказание. Отыграй на 10 минут в распираторе с луком. Взародят с луком специально. С луком? О боже. А смелеркинул, что делать? Это как бы всё равно. Мне не могу сказать, что мне уже тут плохо. А если ты пришел на свидание с девушкой, мне воняет луком. Что делать? Поцеловать. Да? 400. Сейчас посмотрим. Ну, кольню. Попробуй. Хорошо, что на глаза. Кола 400. Братан, да ты красавчик. Парс. А если тут закрыть, ты только луком будешь дышать? Да, я чувствую этот лук. Да? Как Дарт Вейдер. 400? А пожалуй, да. Ты рыцарь, ты же не привык отступать. А прикинь, у тебя была бы аллергия на лук. 1200. А 1 1200? Может, на меня есть? Я не знаю. Ну, что, Вань, кольнем? Зайдем? Нет, а я попробую этого мальчишку скинуть. Дядь Сереж, но ты не... Ну, вот это правильная интонация и постанова вопроса. У нас три дига... Ну, братан, как бы не в твоем положении говорить и осуждать нас. А давайте жареного лучка. Мы всех выбили, бро. В эту игру мы победили. В дуэли. То есть, другими словами, если мы не продолжим... Ну, давайте. Ну, нам придется сразиться. У нас получается три человека в раздать. Ой, кажется, я не попал в флоп. Стыскать пикей. Понимаешь, смотри, 10. Я дам полторы. 1500? А у меня ни хуй не было. Ну, конечно, если ты играешь профессионально давно, у тебя шансов больше. Но чем турнир быстрее, тем меньше преимущество. А вот этим, господа, может кто-нибудь кинуть, а то слишком они адекватно сидят. А в смысле кинуть? У вас есть что кинуть? Господа, просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Да, мы можем только взаимно самоустраниться. Кинуть нас ничем никто не может. Ты забавно выглядишь в шлеме, если честно. Пас. Да. Я кол. Мне жарко вообще даже у тебя. Ну, у всех свои сложности. Ну, да. 1100. 1100. Игоря, да? Ну, давайте. Одним уголком. Сергей, а ты в тиктоке сидишь? Ты в тиктоке сидишь в тиктоке? Нет. Не снимаешь видеообзоры там? Нет. Блин, я недавно был в Иркутске. Я не снимаю. Я недавно был в Иркутске, иду по улице, и два пацана подбегают лет по 10. И такие мне, махаться будешь? Я такой, чё? Я кол. И достал, начал снимать для тиктока. Я говорю, нифига себе, что-то в лябах. В Иркутске, в Сибири дети вообще жесткие. Просто подходят к дядькам, говорят, махаться будешь? Ого. У меня окажет, сакаре фул хаус. А потом я уже в Питере. Аааа. А, мааа. Так и чем закончил? Короче, приехал я в Питер и понял, что это новый челлендж в тиктоке. Типа, там они записывают ролик под этим, махаться будешь? Я думаю, блин, такая история про сибирских детей была. И так она обломалась. Максим, можешь описать свои эмоции во время того, как тебя херачит током? У тебя был когда-нибудь оргазм? У меня? Я мог быть бы оргазм, если бы... Не так часто. У меня не было, но я представляю, что это будет. Можно, пожалуйста, шарахнуть? Это примерно похожее ощущение? Не могу понять. А шарахните? Готов? А когда могу уже снять? Сколько раздача? Здесь раздача прошла уже? Мы вызываем друг друга на дуэль. Бываем до 480. Кто-то без наказания будет сегодня, и это буду я. Ну я бы не спешил сегодня. Все, тебе да. Вы можете поменяться просто? И сравнился бы с нашим голосом. Я не уверен, что Игорь будет согласен поменяться на казах. Мне очень нравится, знаешь, как бы. Я привык уже. Зашла. Давай. Сергей, а как давно ты был на свидании? 14 лет назад. Максим. А пиши его. Вам будет сложно вырезать Макса так много. Максим, 1600. Можно хватит на свидания? Мы уже полсад. 14 февраля на свидание. Да. Блин, знаете, что самое интересное? Вот ты, Сергей, медийная личность. Тебе подходят девочки на улице и по-любому предлагают что-нибудь. Нет. И свидание. Я уверен. Да ты попал. А я в раздаче? Да. Наверное. В какую раздачу он скинул? Ого. Этот чувак с респиратором меня как бы ешь. Я пас, а то запахло жареным луком. Три тысячи девятьсот лун. Три тысячи девюсот лун. О, так я в Алище не первым. А че, твое слово? Серега калирует. Не глядя. Я пас. Пас, мы открываем карты Сергея. Да. Сергей сразу идет застирательной резинкой, чтобы выполнять свои наказания. Принесите ему зубочистку, сейчас буду отговаривать. Он у меня четверк. Так этого мало. Этого достаточно? Нет. Ай, ты как возьми. Дилер! Вы же умеете с ревером упражняться? А, блин, тройка есть, смотри. Оооооо, у меня валять не волновало, удавала тройка. Все, принесите ему то, что... Принесите ему, пожалуйста, тоже шейкер. Это дилер поиграл. Артем, вам придется выполнить наказание Месси. Давай открывать. 38 попугая. Отсяду. 38 попугая. Ивану достается наказание отыграть 10 минут со змеей на плечах. Держи ее за горло. А давайте прикольнемся, я хвачу змею, а вы трахнете. Я, наверное, просто задушусь. Идеальное окончание этого выпуска придумали. 10 минут уже прошло, точно, даже больше. Ой, какая она красавица. тогда пожалуйста разговаривай поменьше блин я такое с утра вижу макс ты пожалуйста не трогай мою змею не думал что услышу за покерным столом в этой жизни иначе в твоей шахте будет прочистка блин классно да что я пас я не пас 4000 не добавил офигеть а ты знаешь что они сказали что она стала поэтому можете сейчас шваркнуть кратан шваркнуть за этим столом могут только тебя а все восьмой раз крят эту раздачу я победил чисто слушай подожди вот интересно такая прикольная она легла тебя на плечо гадюк прикинь вы она прикумали ладно бедника больше не будем тему спокойно тихо 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 она может резко так просто резко в лицо тебе броситься чё делать чё делать отвечай мы тут еле выдерживаю максима змея ты уж точно ну подай хоть какой-то знак не опа мы-то знали на что идем а змея нет походу я по твоим невербальным реакциям понял что ты хочешь до кого-то докопаться да ладно не может быть я брюс данный момент есть короче фишка я когда короче первый раз ходил на свидание написал себя на листочке темы для разговора вы можете избавиться уже от шлема красиво кол 800 больше не спартанец максим ваше слово можно его максу я чеши может потише быть шлеме а можно я надену конечно вот так вырос практически два раза ты у меня сочнемся позже я до полторы 1500 сергей 1500 я 1500 до ну что здесь серёжа остались мы с тобой снова на кону выхлопная труба от ладуаргуса я дам 2000 2000 красиво я дам чек я не дам чек я дам 4 но что турниров участок участвовал и 5 недавно в сочи уровень так средний любитель иван вас блайн ты еще меняет ваще фигни русско по словам сколько уже блайнды высоки вы поняли что я в пассе кто-то кто-то скажет мне как у меня в банке все пришел он не хочет ходить просто например она привыкла к нему как родное стало иван вот теперь поиграем 7300 мое слово кстати на выходных был эротическом массаже не врал и там массажистка мне сказала что пошли на свидание ответил я думал мы уже на нем давай встречаться и они встречаются уже один день это последний день аренды в этом ресторане присаживайся нет послушайте если у тебя есть девушка вас крепкие отношения отпускаете и ты пошел аналитический маша массаж это считается за так сказать измену не знаю я не знаю если с ней то нет точно я думаю твой парень тебя поймет спрашиваешь спрашиваешь а твое мнение то какое я считаю и конем захотел пошел захотел встречаться с массажистами если вы уже встречаетесь один день нужно же разнообразие один мой близкий когда играет он заявит вот так получает наслаждай 6 100 хотел слепую кольнуть в ванна но уже так что трусишь ну пазда ну и что чувство сергей двоих не годится меня две карты если я проиграю так если ты проиграешь и кепка не будет твоей даже есть или проиграешь я запутался тогда не вникай кепка ты проиграешь я же сказал открой открой свои две беспонтовых карта ну как покажем как мы делаем на ревере сейчас двойка будет просто чуть-чуть под раскрутил только что помню что сергея ни разу без кепки не видел там просто к процессор стоит успешных покерек кибернетически послушайте а у нас за столом то появился по ходу чиполлина чиполлина барана зумать а у тебя нас или будут на стриме были какие-то интересные моменты типа кто-нибудь рисовал там сиськи в чат или если бы такое было на стримах такого не было ладно давайте поговорим не хватает наверно раз такие вопросы вокруг да около одной темы ходит не все хорошо у меня все хорошо у меня есть девушка уже целый день я не могу жесткие ночи отправьте максим уже на свидание очень иди иди сюда тысяч триста а ты не бойся сколько мне нужно доставить три триста три триста три тысячи триста я не могу быть с латым пирожочком никак за раздача чё тебе как всегда пара королей чиполлина выступляется что это два туза надеюсь у тебя спекло кресту блокирует немножко я только без вольтов главное что нет валет не пришел а там типа уже оллин получается человек я волынин да как я могу карты в пассе а ты трусишка зайчик серенький я пытаюсь выжить как могу что я буду я зеленый моргнула ватту слайки где-то ааааа сухой даааааа сухой смотри да ну да больше только за один столом ооо давайте про личную жизнь и давайте поговорим о секс игрушкам да ехать твою мать что с этим человеком мне кажется кому тут не хватает реально этой жизни все таки зато я честен с собой с вами лучше бы ты не был честен с нами большой онлайн или ставка я был бы готов услышать сладкую ложь но только не то что ты после 2000 они все скинули аллы так ну все ну ты обязан принимать любые для карты как это как вас что я не верю что ну вот а ты сергей ты блогер известный человек и сейчас будет он миллиардер да конечно у меня каждый рекламный контракт по миллион минимум всем же интересно гласить сколько зарабатывает популярный блоге я в конце концов такие вопросы интересно задавать серёгой вместе нужно найти популярного блогера и спросить да сергей 2000 да ну нет конечно к поставил аллы чувствую все слабые конечно когда у тебя тузы на руках вы легко договорить а игр играет только с узами или королями да 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 или вот с такими руками чем могу будет играть когда все колпы то хорошим тебя хотя пищем запугивать если я вы поставили этого не напугаю большой уже надо активно играть до конца вообще ходил школу покера место школу покера есть между прочим может сказать и проходил заняться я сам дает что к я не обучался столько там день потратил даже в маске с луком да постоянно это одна из особенности обучение тебе тоже в школе да но я зато не чиполе на последний поясе макси вошло 2000 кол а вы ма развлекайтесь мальчик если за разрушение как-то полтора баня все держу полтора пола за две тысячи в банке и полторы за спиной вас на сколько человек могу сказать или повысили если улетать конечно с красивыми картами но мне сегодня не везет это конечно три четыре стола я пасанул не очень обидно что пасанул но еще еще не вечер на дамы живая дамы живая учитывание же тройка еще тройки пятерка пятеркой дома лечит на ревер мы будем скучать я здесь остаюсь вообще-то давайте и значит оказание так как сергей выбрал выбирайте костюм себе да это костюм дамблдора так а ну-ка а как думаешь если с ленями теном асти я приложусь это вылечивает возможность ничего не понял а если это будет твои слюни то придется шатать сергей а ты что у меня blind до 3000 такое себе аллы надеюсь этот момент настал и надеюсь что будет как костюм с кляпом а можно так делать можно когда будет ревер выкладывать току можно пожалуйста нажать уже давай чек до конца шансов немного и какой процент на вы вот я лоша верно просто 18 это даже около 18 тут уже поменьше я проиграл ты чего спасибо на тысячу на растутку спасибо братана выберет из друг же меня не подставит максима достается костюм альфа сергей это уже победа окно все интеллигентные интеллигентные люди остались за столом можно поиграть давать если неважно что будет происходить слава богу у вас будет 1500 у вас что у меня заялы не оставляешь это быстро быстро развитие сюжете то есть ты самую мелкую да какие у меня шансы и но тоже не очень хорошие процентов побольше уже стану не 40 без без интриги к сожалению без интриги к сожалению хорошо про и спасибо тебе за 1000 на росту да пожалуйста вернешь иван мало блайн 2000 игорь большой блайн 4000 наши гости ничего пусто у меня была моя любимая карта на пара пара гусей у тебя пара нет только один гусь к сожалению скажи вторую с вальтом так вот это это что за копимон гарри ты волшебник не трогай свои палочки я же говорил лошадка пати будет еще давайте не будем этого делать это не то это не тот вид различий давай макс это ты оставишь для развлечений со своим парнем со своей девушкой и все равно даже так я не вижу сергей без головного убора да тебе помочь я выучил там заклинание 1 думаю хватало такой не давайте только без дамбу почему я хочу империю мне помочь я не хочу а у тебя сзади спина специальная глина зачем ты смотришь на уголую спину да попробуй тут сдержаться я чек твоя правда ну чувствую надо ставить ставим еще 4 500 конечно ставь все ставь 4 500 кол а ты как думаешь что будет видимо тоже несколько аааа мне кажется что иван чек хотя этот парень непредсказуем бей его ты волшебник как думаешь ты можешь не его чтоб применить можно взять эту руку на даму король 5000 пасс 7 хай пасс у меня 10 хай у меня 10 хай 2 и 4 тысячи так на 4 тысячи я в игре фишки есть что творит магия — Может, пора ударить альфа-током? — Нет, не пора. — У вас слишком успокоился? — Я снимусь в любом сериале, в котором мне идут. — Короче, единственное, что я не понимаю всё-таки. Это я вмазался. — Он вскочил немножко сейчас, вскочил. — Как-то вы слишком успокоенно играете. — Нет, как бы я обращаюсь на них в тюрьму. — Братан, ты здесь один вообще, один с дилером разгоняешься. — Так я и предположил, как бы, что возможно это так, что, может быть, вас не существует. — Попробуйте посмотреть на это, как будто он один пришёл. И фишек нет с картами. — Да, и дилера нет, и покера нет. Я просто сижу на толчке. — А тебе интересно, сколько зарабатывают дилеры? — По-разному, мне кажется. От пяти до девенадцать долларов в час, может быть, и так. — Алы поставим. — Снэп. — Одномастный король дамы. — О-о-о, это и раздали за маску называется. — Красиво. — Но мастушка придёт всё равно. — Придёт, придёт. — Так, мастушка уже густана, всё. — Десятка. — Мастушка как черновая. — О, мастушка пришла. — Это как комбинация называется, Альф? — Две пары. — Снэп. — Альфа. — Альфа. — Альфа. — Снэп. — Альфа. — Ален слепой. Один блайн плюс шестатышек. Просто выставляй сразу. — Понятное дело. — Ну ладно, я думаю, костюм Альфа не пропускает. может быть коктейль тебя у меня так каждый изи гоу гусь на волос дюс на волос короче короли спасибо парни с вами было круто всем спасибо за игру спасибо зрителям это было шоу full house и вам на заметку стоит проставить бутылочку пива дилеру и будешь получать вот такое в каждой раздаче и выигрывать все турниры пока пока я максимально расстроился что мне не дали одеть наряд как видите эту проблему устранили теперь я в кайфе он был со змеей он был с максимом и он еще победил иван на мой взгляд сегодня играл очень хорошо подарок просто улет найду свой кассетный плеер и кассеты красной плесени и короля и шута и вспомню молодость оторвусь по полной если честно мне очень не хватает наушников спайдермена но я надеюсь что ваня со мной поделится во всяком случае мы проведем этот диалог я хочу передать спасибо моей маме таким родила меня я честно говоря такой какой есть делать что должен и будь что будет но мне очень понравилось особенно когда максим били электрошокером я каждый раз душой улыбался вот не а если серьезно очень круто мне понравилось немножко быстро может быть формат быстрый но зато у всех шансов было пару поровно что когда игра долгая это было бы не так вот так что было все весело прикольно мне понравилось мой секрет как бы я огласил сразу моя авторская методика называется иван банан я могу обучить абсолютно каждого на моих семинарах уже собираются тысячи людей и вас я тоже приглашаю сегодня задача стоял в покере другая не победа участие все таки да мы добились того к чему для чего мы сюда пришли для чего мы играли мы получили эмоции максим сегодня просто мне кажется все эмоциональные шкалы пробил просто и дно и в этот потолок он пробил все везде где мог у меня было отличное наказание я очень рад что мне достался шокер потому что я часто в детстве ходил с шокером чтобы не убегал от родителей ну вы можете поучиться чудо импровизации мы находились в полнейших условиях импровизации как люди пытаются себя проявить о чем поговорить вот по максиму вот психологический портрет моего анализа не надо чтобы понять по тем вопросам о чем он хотел всем сказать главный способ получить удовольствие игры это не напрягаться играть в свое удовольствие так что всем удачи с вами друзья играйте с картами играйте с девушками и будьте счастливы